И в завершении дненового эфира расскажу о последних новостях из мира экономики. Банки снизили ставки по депозитам. В среднем крупнейшие финансовые организации страны принимают деньги максимум под 7,8% в год. Последний раз столь низкий процент по вкладу предлагали 8 лет назад из общения Центробанка. Как объясняют эксперты, банки не очень-то заинтересованы в депозитах. Деньги, которые приносят граждане, они обычно выдают в виде кредитов. А сейчас спрос на ссуды очень низкий. Причем рассчитывать на рост ставок по депозитам не стоит, отмечают аналитики ВТБ-24. Сейчас у нас стабилизировалась ситуация в экономике. Очень низкая инфляция, даже чуть ниже, чем прогнозы. И начинается восстановление спроса на кредиты. Соответственно, денежных средств в экономике достаточно и таким образом цена на деньги снижается. Мы ожидаем, что до конца года ставка по депозитам в среднем снизится еще где-то на 1-1,5%. Сейчас инфляция колеблется в районе 5% в год. Если депозиты не спасут сбережения от инфляции, граждане будут искать другие способы сохранить свои деньги. Российским семьям недостроили дешевые квартиры. Программа «Жилье для российской семьи» выполнена только на 4%. Об этом сегодня отчиталась счетная палата нашей страны. Напомню, по всей России предполагалось построить жилье эконом-класса для нескольких категорий граждан, в том числе жильцов аварийных домов и ветеранов боевых действий. Строить такие квартиры должны были на 20% дешевле, чем в среднем по рынку. Завершится программа меньше, чем через три месяца, но из 25 миллионов запланированных квадратных метров пока построено меньше миллиона. На Кубани было заявлено 8 таких проектов, из них 6 в Краснодаре. С одним из застройщиков, который работает по этой программе в краевой столице, мы поговорим прямо сейчас. И у нас в гостях глава инвестиционной компании, ведущая специалист строительной компании Ирина Британ. Ирина, я вас уже повысила заочно, значит, должны программу выполнить просто на отлично. Как вы сейчас можете оценить объем продаж в начале этого года и по сравнению с прошлым? Здесь, конечно, когда вступали в эту программу, изначально обещали администрации, что будет много заявителей, будет много граждан по этой программе. Но сейчас, если сравнить с 2015 и 2016 годом, вот если у нас взять статистику, у нас всего заключено 25 договоров долевого участия. Это не только администрация края. Имеется в виду, что в целом по стране программа очень плохо выполняется. Это заявление до сегодняшнего Минфина. Какие объекты сейчас больше всего интересуют покупателей? Растут ли аппетиты покупателей в плане квадратных метров? Конечно. У нас с каждым годом сейчас покупатель приходит, и он более подкован. Подкован с юридической стороны. И, конечно, он хочет вступить, покупатель, более выгодно приобрести квартиру, вступить в различные субсидии, программы. И, естественно, здесь нюансов, конечно, тоже достаточно. Но самые основные нюансы? Нюансы в том, что покупатель, он когда идет настроен на одно жилье, и очень много сейчас достройщиков, которые, конечно, обманывают. Но если взять нашу компанию, здесь строительство по этой программе мы до сих пор еще, конечно, строим и обязательно достроим, так как мы заявили изначально одно количество квадратных метров. Но, конечно, мы вывели много квадратных метров по этой программе, и осталось всего лишь 10 тысяч квадратных метров. То есть, ну, основные проблемы сейчас, получается, это финансирование? Что еще? Или, собственно, больше проблем-то нет? Нет, здесь есть проблема в том, что нет информирования граждан со стороны МФЦ, со стороны... Вы в эфире, в прямом эфире главной компании нашего края, Кубань-24. Формируйте граждан. Уважаемые граждане, существует программа «Жилье для российской семьи». Суть этой программы – здесь цена за квадратный метр, она ниже рыночной. Также в квартире уже будет установлена вся необходимая сантехника, то есть вы можете просто завести мебель и уже спокойно жить. Конечно, к концу года это все уже будет. И квартиры эти ниже стоимости, естественно. Получить их как можно? Подать куда-то заявление? Как вступить в эту программу? Здесь необходимо определить категорию граждан. В глаза людям, в глаза. Смотрите. Здесь нужно определить категорию граждан. Обязательно должна быть прописка города Краснодара или Краснодарского края. Около 17 категорий, поэтому категории очень много и очень много людей в принципе подходят. Есть специальные сайты, где можно это прочитать? Все официальные сайты – это наша компания, можно зайти посмотреть вся информация. На департаменте строительства есть информация. И вот к такой красивой девушке попадаете и получаете хорошую квартиру сантехникой и недорого. Спасибо вам большое. С нами была ведущая специалист строительной компании, которая работает по программе «Жилье для российской семьи» Ирина Британ. Спасибо. Ну а спасибо всем нашим зрителям, которые смотрели дневной информационный эфир на телеканале «Кубань-24». Верующим и христианам с наступающей Пасхой. Пусть этот светлый день будет радовать вас и пройдет отлично. Ну и, конечно же, до встречи на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин